Этот негодный Пашинян, все между струйками, между струйками и куда-то так в сторону запада, западных границ. Давайте вот об этом поговорим. Сегодня мы знаем, что он не поедет в Минск, да? Почему он отказался от предложения Александра Григорьевича, который лично позвонил ему? Что? Что его вот? Да. Ну, во-первых, не очень радостно Еревану личное приглашение Александра Григорьевича. Это не самый большой друг ереванского и армянского народа и лично Николова и Пашиняна. Но, во-вторых, это как бы продолжение общей линии на некое дистанцирование от Москвы, по крайней мере, на таком словесном уровне, на уровне всяких обозначений, символов и ритуалов. Так что вот такая вот штука довольно рискованная, с моей точки зрения, для Пашиняна. Но он на этот риск идет, видимо, что-то знает. А почему рискованная? Что ему грозит? Вот давайте разберемся с этим. Вот он не поехал и какие последствия могут быть? Грозит ему некая неопределенность, потому что у него есть проблемы на внутриполитическом фронте. И это самое главное, потому что не все в Армении понимают эту направленность и этот порыв. И как человек, который пришел к власти путем улиц, Пашиняна хорошо понимает, как легко раскачать ситуацию, особенно если к этому делу подключится Москва. А Москва с удовольствием к этому делу подключится. Вот она эти вещи уважает, она себя показывает в любой форме по этой части. Она остается чемпионом мира по части коммунити спорта и жизни, устроит провокацию на ровное место. И здесь Пашинян-то знает лучше многих, поэтому он о достаточной степени нервничает. И поэтому дальше символов пока дело не идет. Ну были же моменты, когда армяне на улице выходили уже против Пашиняна. Но как-то удержал же власть, правда? Удалось удержать. Даже после Нагорного Карабаха. Ну они не очень сильно выходили. Он, в общем, я думаю, был достаточно приятно удивлен тем, что не слишком большая народная войска ему демонстрируется. При том, что после Карабаха казалось, что это будет страшный импульс, который вообще всех сметит. Нет, волна была достаточно поделикатнее сказать, трагикомическая. И он, я думаю, что увидел реальную силу оппозиции, которую, я думаю, на самом деле он, в общем-то, догадывается. А оппозиция как раз представляет вот это вот совковое «давайте дружить с Востоком», «Москва», «Партнеры», «Беларусь» и так далее, вот это все, да? Оппозиция, на самом деле, понятие достаточно размытая в Армении. Потому что более или менее организованная оппозиция, это примерно те, кого вы так обрисовали сейчас. Это, значит, на веке с Россией, значит, «Ни шагу назад», «Верни Карабах» и так далее, и так далее. Это люди, которые знают все болевые точки с одной стороны и не несут никакой ответственности с другой стороны. Но есть и третья сторона, и их никто не любит. Потому что, в общем, Пашинян тоже не сильный любит. Но у Пашиняна прекрасный фон, это вот эта самая оппозиция. И на этом фоне любой будет выглядеть выглашенно, даже Пашинян с его, в общем, как бы не очень большой популярностью. Есть другая оппозиция. Это оппозиция, скорее, прозападная, скорее либеральная. Которая, в общем, Пашинян достаточно неприятен, но они не структурируются, они не организуются. А в том числе и потому, что, в общем, как бы альтернатива Пашиняну может быть только те, кто был свергнут им в 2018 году. Ну, поразительно. Вы сказали, что есть вот эта оппозиция такая прям, монолит, которая за дружбу с Россией и так далее. Ну, тоже не монолит. Не монолит, но она организована. У нее есть какие-то структуры, да. Я просто хочу уточнить, потому что я здесь не понимаю, у меня здесь расходится как бы немножко в сознании. Вот они за дружбу с Россией, вернем Карабах. Так подождите, а кто обещал помочь в случае нападения на Армению? Не Россия или не ОДКБ, то есть как это работает? В той риторике, которую используют вот так, про-кремлевскую, скажем так, про-российская старая оппозиция, вот в этой риторике Россия продолжает оставаться гарантом всего хорошего и здорового. Вот, ну, в общем, как бы, да. И в этой риторике единственный шанс вернуть Карабах и сохранить Армению такой, как она свела последние 100 лет или 200 лет, это дружба с Россией. Вот как бы из этого происходит. И есть достаточно большое слое населения, которые в это верят, которые, ну, как бы не вдаются в детали нюансы. Вот, если не вдаваться в детали нюанса, мы знаем, можем поверить во все, что угодно. Вот, и, собственно говоря, таких людей достаточно. Много, как бы, статистически, но недостаточно много, чтобы быть с какой-нибудь убедителем на политическом поле. Вот, кстати, интересно, много и долго уже говорится о том, что виной всему пропаганда. Если промывать мозги, вот как в Беларуси или в России, там, в течение десятилетий, то, собственно, на выходе этих фашистиков и получишь. А что сейчас в Армении? Соловьева запретили, еще в 22-м году YouTube-каналы его закрыли. Откуда берутся эти люди? Как там работают медиа и какие они там есть? Просто любопытно понимать. Это немножко другая история, это не российская, белорусская история, да? Это не история, значит, Соловьева и других, и такого, какого-нибудь господа Дермонта, да? Вот, нет, это история про то, как поколениями людей учили относиться к жизни, к истории, к географии, к исторической географии, ко всему. И вот эти представления, которые, на самом деле, из поколения в поколение передавались, из поколения в поколение в школах, в университетах, в учебниках, везде излагались, ну, это, собственно, и есть, да? Вот это, как бы, то, что сейчас Пашинян совершенно правильно говорит, что есть историческая Армения, есть реальная Армения, и они друг другу очень мало соответствуют, это правда. Вот, и это, на самом деле, то хорошее и полезное, что делает Пашинян. Вот, как бы, он пытается вот эту, как бы, мысль внедрить. Она, в общем, всегда была, эта мысль. Вот, но ее успешно, успешно, как бы, усыпляли, ее успешно, как бы, нивелировали. Потому что, в общем, в сущности, все всегда прекрасно понимали, что Россия не поможет. Но комфортно было считать, что она верный друг, что она надежный союзник, навеки с ней. Ну, это, как бы, такое, хорошо жить с этой мыслью, когда все хорошо. А когда все стало плохо, то, в общем, как бы, выяснилось неприятные правды, которые очень не хочется признать. Ну, то есть, вы хотите сказать, что это где-то там в подсознании заложено еще с тех времен. Да, это скорее психологическая вещь. Ну, хорошо. Сейчас, извините, упал телефон. Ничего страшного. Да, извините. Нормально-мально. Шатаем режим. И он периодически падает. Да, хорошо. Помните эпизод, когда Лукашенко повысил голос на Пашиняна? Накричал. Это от того, что он такой, типа, старший брат для него. Он сам себя таковым считает, да? Что вот я тут с Путиным, и ты не смей. Ну, правильно? Ты мальчишка тут, а я, извините, понимаю. Ну, тут, насколько я понимаю, Александр Андреевич, у него есть две ипостаси. Я тут с Путиным, и мы тут с Путиным. Вот, и я думаю, что, как бы, в обеих ролях он выглядит довольно убедительно. Вот, и здесь, как бы, еще его стиль, да, он этот стиль отрабатывает уже в этом году будет 30 лет, насколько я могу посчитать. Вот, и он его отработал прекрасно. Он может себе позволить в нем работать. Ну, вот, у каждого какое-то свое амплуа, да, у Викторовича Черномырдина была одна амплуа очень, в чем-то обаятельная. Вот, Александр Андреевич ищет форму обаяния в другом, вот он батька, да, вот это, как бы, этот образ он отыгрывает. Он прекрасно его отыгрывал на пространстве от Бреста до Владивостока. Вот, теперь пришло время его показать и в других регионах, которые, в общем, как-то начинают там фрондировать. Вот, особенно, здесь же еще есть некоторые двоественные, да, вот то, о чем мы говорили, ведь все-таки в восприятии вот этого пространства от Бреста до Владивостока, Армения, в общем, как бы, такие братская страна, в отличие от всех остальных, одна, самые главные братья у нас на Кавказе, вот. А братьям было очень трудно, потому что, если, скажем, выходит на площадь, там, скажем, литовцы, то это понятно, да, но литовцы, они всегда, как бы, значит, были не свои, немножко чужеватые. А братья, они не на площадь выходят, они же предают, вот в чем дело, да. И вот это, как бы, а это касается, кстати, и белорусской, извиняюсь, тоже. Ну, конечно. А вам не кажется, что Лукашенко говорит, как бы, словами Путина, просто Путину это не по чину, а Лукашенко, как бы, от его имени такую секретарскую функцию выполняя, говорит, ну, типа, слышите, не рыпайтесь, хуже ж будет. И, может быть, даже в этом крике его на Пашиняна где-то и боль какая-то даже отсвечивает, знаете, как, ну, тебе ж хуже будет, ну, дурак, что ж ты-то сам. Ну, если бы я был Путиным, я бы, конечно, поискался другого секретаря, который бы излагал мои мысли, вот, или я, по крайней мере, достаточно дозировал бы его активность, потому что Александр Григорьевич всегда найдет возможность сыграть свою игру. Он всегда найдет возможность рассказать, что террористы в Беларусь шли из Кропуса, а не в какую-нибудь Украину. Вот, и в этом смысле, как бы, доверять ему довольно сложно, хотя, как бы, наверное, в каком-то, при каких-то расчетах, да, можно надеяться на то, что вот в эту данную минуту, сейчас и здесь, он скажет то, что нужно, но что он скажет через минуту, с этим уже сложнее. И поэтому, в общем, как бы, секретарь, он такой достаточно свой нрав. Лучше Песков, да? Прости, понимаешь, человека, так сказать, выбор какой, Песков или Лукашенко? Да, застрелится просто. Вот, и... А, хорошо. Вот... Нет, еще есть Мария Захарова, но, в общем, как бы, выбор-то есть всегда. Кстати, вот я здесь перебью. Идеальным, кстати говоря, секретарем того рода, о котором вы говорили, был в свое время предшественник Пашинян и Серж Сарцян. Вот ему на всех СНГ-сборищах всегда доверяли сказать то, что или стыдились, или не хотели, или как-то, ну, не в кассу было, да, говорить кому-то другому. А Серж Сарцян всегда вызывался, он всегда был готов в этом деле делегатам помочь, за что и был ценим. В этом случае, конечно, Пашинянович и сильно проиграл. Да, ценим был Кремлем, но и народом, как, собственно, показала история, да? Как это всегда и бывает. Кремлевские секретари обычно проигрывают среди людей. Про Тихановскую хотел спросить. Встречалась она и с Пашиняном, и встречалась с главой, сейчас я вам скажу точно, с Аленом Симоняном, это спикер парламента, да? И прям даже вот Ярослав Новиков, мы показывали сегодня фотку его, это Белорус, который был по просьбе, по запросу лукашенковского режима задержан, но после встречи там Тихановской с Симоняном ему дали политическое убежище в Армении. Вот эти все шаги, это что такое? То есть, мне кажется, да, мы видим, что Пашинян играет в очень опасную игру, но это же прям подливает масло в огонь, подобные шаги. И что это такое? Это действительно стратегия и убежденность Пашиняна в, как бы сказать, в том, что добро есть добро, а зло есть зло, и он четко разделяет где и что? Или это такие как бы уколы Лукашенко, на которые там никакой Путин не отреагирует, а Лукашенко обидеть приятно после вот этих криков? Да, я думаю, я здесь с вами согласен, да, потому что Лукашенко обидеть, во-первых, приятно, во-вторых, не очень страшно, а вот, во-вторых, ну, Тихановская, как бы, враг моего врага, пусть и не самый страшный враг, вот, и в достаточной степени тоже символический, но, собственно говоря, речь пока идет о символах. И в этом планете Тихановская, конечно, идеальный партнер для подобного тролля, в данном случае, вот, и упустить такую возможность, конечно, что это приятно, особенно на фоне всех-всех историй, которые Москва явно не проще разыграть с тем же самым релакантом, например, да, в Армении. Вот, потому что, значит, мы, как бы, каждая история с релакантами, задержанными российской военной полиции в Армении, этот скандал, и Москва, вместо того, чтобы гасить эти скандалы, она, наоборот, их активизирует. А последняя история с Ищетининым, которого задержали в юморе, она очень странная, там очень много непонятных вещей, но, тем не менее, все эти непонятности, простите, говорят, именно на готовность Москвы, как бы, поиграть в эти мутные игры. Ну, хорошо, но пока мы не видим, для меня, например, если бы я был Путиным, да, вот такое поведение Пашиняна, послушайте, Столтенберг приехал, ну, это, это, ты вообще что себе позываешь, я просто прилетел бы, так сказать, несмотря на римский этот статус, прилетел бы и расстрелял бы Пашиняна самолично, ну, как это, ну, что это такое, а Москва как-то, пока Украина отвлекает, или, да, вот, что происходит, почему? А зачем? Я же не только слушаю, что говорит Пашинян, да, если, как бы, продолжите, как бы, поконкурировать с вами за право быть Путиным, а я же не только, как бы, слушаю Николу Лавановичу, я же читаю сводки Минэкономразвития, я же читаю сводки, значит, СНГовых и двусторонних всяких структур, а там, ну, написано, черным по белому, что оборот растет, взаимный, что экспорт, экспорт из Армении в Россию, растет, импорт растет, как бы, все, как бы, показатели армяно-европейские, ну, какие были, такие остались, а при этом есть же еще одна очень деликатная вещь, которая, как бы, не принято говорить, но все про нее знают, вот, есть же еще антисанкционный экспорт, да, и, значит, Армения в нем достаточно хорошо увязана, и я, кстати говоря, думаю, что в Брюсселе Пашиняну, в общем, как бы, на это указали, что, ребят, вы, как бы, определитесь, да, значит, поскромнее будьте, вот, в обходе санкций, вот, я думал, что эта тема очень серьезная, она серьезная для очень многих стран вокруг России, вот, Армения в этой ситуации оказывается достаточно в удовольственном положении, вот, поэтому, в общем, как бы, слова словами, да, а экономическая дружба, она, в общем, какая была, такая остается. Ну, вы говорите, оборот растет, мы же знаем, что для Путина важны как раз-таки слова, потому что, если бы для него были, был важен обороты и деньги, то никакой бы, он бы не пошел даже на Крым, он бы, потому что, мы знаем, да, 2000-е годы, вот его мюнхенская речь, и убежденность, святая убежденность Ангела Меркель, тогдашнего канцлера Германии, в том, что Путина можно купить, да, чтобы, ну, ребят, мы с вами торгуем, все окей, все нормально, да, вы там крутые ребята, но мы с вами торгуем, вам выгодно, нам выгодно, никто никуда не лезет. И она так думала до Крыма, а потом случилась еще и Украина, то есть мы видим, что Путину, в общем, до фени все эти торговые истории, ему главное, чтобы на карте была, чтобы был глобус России, вот, нет? То есть, а Армения своей этой риторикой, как бы, ну, прям, такого, как Путин, мне кажется, просто выводит из себя, при чем тут товарооборот? Ну, я заступлю за господину Меркель, я бы чуть-чуть поправил, я не думаю, мне кажется, она не так не думала, она верила, что с этим можно играть, вот, она как бы это было, я думаю, что она Путина прекрасно знала, в глаза ему смотрела, за руку держала, так что я думаю, что она знала, с кем умеет делать. Ну, она просто, как бы, если говорить в ошибке, ошибка не в том, что она думала, а в том, что она надеялась, что можно в эту игру сыграть, и действительно много, долго в это время, долго в эту игру играли, вот, не так, что она страшно ошибалась, с точки зрения европейца, я имею в виду. Что касается слов, на которые реагировал Путин, мне кажется, важно, на каком языке говорятся слова, которые его раздражают. Слова на украинском, конечно, его бесят, вот, слова на белорусском, вот, два года назад, его тоже в записи, вот, а слова на армянском, я думаю, его не сильно бесят, потому что он прекрасно понимает, как бы, логику, мощь, значимость Армении для, как бы, внешнеполитического статуса Москвы, то есть есть, конечно, некий энтузиаст, который говорит, что он даже Армению нас бросает, но, в общем, все прекрасно понимают, что это, как бы, такая вербальность нашего, нашего времени, и здесь можно потерпеть то, что, в общем, есть другие ставки. По крайней мере, Путин всегда думает, Путин верит в свою вот ту способность, которую я говорю, что настанет время, и мы покажем. Вот мы сегодня потерпим, мы сегодня выпустим Пескова, вот, и Мария Захарова, да, значит, как антагониста Пескова, скажем так, вот, но придет время, и мы, как бы, гадость обязательно сделаем. Вот это, в ожидании этой гадости все уже привыкли и научились жить, и понимают, что от гадости все равно не уйти. А поэтому, я думаю, что вот сейчас Армения, как бы, пользуется тем моментом, пока в этой гадости происходит некий пауза. Сколько она продлится, непонятно, но она время идет. Чем кончится-то, я хотел спросить, выйдут из УДКБ, там, разместят базы НАТО у себя, выгонят российский контингент, чем кончится это все? Ну, если они выйдут из УДКБ, если они выгонят базу, то это произойдет, ну, настолько, на мой вкус, не скоро, что я бы не стал на такие длинные промежутки времени что-то предсказывать. У Беларуси есть шанс подобным путем пойти, или только война, кровь, чтобы отделиться от России в будущем, как вам кажется? Как пойдет. Как пойдет, как пойдет на Украине. Если бы, я, честно говоря, не очень верю, что в 2021 году российские танки вошли бы в Митск. Я бы в этой, ну, не знаю, это, как бы, такая сейчас вкусовщина немножко, но я думаю, что все-таки, ну, не вошли бы. Хотя, хотя могли, да. Было страшно, я вам скажу. Потому что, то есть, это зависело от того, каким был бы против. Вот если бы против был все сокрушающий, то никакие танки бы, я думаю, не пошли. Вот, ну, представьте, в Беларуси все сокрушающие против, другая страна тоже довольно труб. Вот, вот, как бы, вот, как когда-то говорил начальник Минского ОМОНа, если пока их будет 10 тысяч, мы их будем бить. Когда их выйдет 100 тысяч, мы растутимся. Но вышло... Это справедливый лимон. Вышло 400 тысяч, и они, да, действительно, расступились, но эти 400 тысяч... Ну, вышли, да, но вышли... Но они сначала расступились, да, потом, когда они увидели, что никто, в общем, как бы, сильно выступать не собирается, они сомкнули ряды. Да. Да, это правда. Ладно. Спасибо вам огромное за то, что подключились к нам. Спасибо вам. Спасибо большое. Приходите еще. Счастливо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok